Всем привет, или лучше сказать НИХАО, вы слышите Алексея Халецкого. Не знаю, как модифицировать мою фамилию под китайский, потому что я на уровне сложности божествов. Сидмэр Стивилизейшн 6 Газерин Сторм. Играю за Китая на карте Озера. Гноблю потихоньку Польшу. В общем, всё историчненько, но если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в правом верхнем углу, вроде как должна появиться. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу. В общем, я заключил мир с Польшей в прошлой серии. Более того, встретил несколько новых цивилизаций, как раз чтобы выйти в Золотой Век. Но я планирую через 10 ходов продолжить захват. И для этого, собственно, давайте я осужу Польшу сразу. Чё тут ждать. И начну готовиться к следующей войне. Но армия у меня есть. То есть я планирую выходить в летучие отряды и апгрейдить в них всадников. Арбалеты у нас есть. Я уверен, что нам понадобится, пожалуй, что-нибудь осадное. И, пожалуй, желательно очень сильно открыть порох. Поэтому я лучше переключусь сразу на порох, потому что тут явно больше бомбарды нужны, чем катапульты. У тебя не будет пороха, будет очень грустно. Так, тут вылечимся. Тут юниты отправляем к нам тоже домой лечиться. Всё это дело. Давайте думать вообще, откуда я буду или куда. Может мне тут посмотреть, что... Что в Кракове имеется. Гданьск тяжело... Хотя, с другой стороны, бомбардов сюда становится. И Гданьск очень быстро забирается. Потому что, наверное, всё-таки надо будет на Гданьск. Тем более, он самый крупный город. Мы его захватим, и как раз будет многое влияние. Я строил великую стену. Пойду дальше рис обработаю, чтобы еда была в этом городе. Тут... Тут, наверное, пойдём вот этот камень обработать. Вообще, мне бы ещё, конечно, рабочих. Ещё рабочих. Потому что... Всё это требует... Содержания, блин. Тут больно бьёт. Поэтому давайте вот этого мечника лучше добьём. Это и убийство, и... Под арбалет... Варварский мы не попадаем. Благодаря тому, что нашёл трёх... Юнитов... Ну, я, наверное, их встретил, потому что произошёл кризис, который объединил... Кто-то там принял кризис, который объединил видимость трёх... Трёх там больше цивилизаций, и поэтому тем цивилизациям, которые меня не видели, мне их... Я им показался, поэтому считается, что я их встретил. Так, тут на рост, пожалуй. Да, на рост переключу. Здесь тоже всё норм стоит. Рост заканчиваем. Строителя. Тут на производство. Ну, тут производства, конечно, мало, в принципе. Ну, здесь, видите, уже особо некуда город ставить, и тут у нас Мали. Уже границы Мали находятся. Поэтому и надо, собственно, Польшу захватывать, потому что... Мне больше некуда развиваться, я достиг своего предела. Некуда города ставить. А Польша очень такой... О! Филипп объявил войну Екатерине Медичи, и Педру 2 объявил войну Екатерине. Опа! Меня Ацтек осуждает. Ну, это не страшно. Вот он... И вот ему как раз до меня хрен добра... Ух ты! Кто-то у меня тырит техи. У меня, серьёзно? Ну, тут, конечно, вот у нас лидер по науке Медичи, а... По культуре Пётр с персом. Героический век в Польше. Ну, они героически, конечно, сопротивлялись. Ничего не скажу. Вот тут интересно, что взять. Точно не монументальность? Караванами только... Ну, евангелистами тоже не нужны. Ну, в принципе, да. Реформу денежного обращения. Хотя... Не, лучше реформ... Блин. У меня вообще бегают караваны в чужие зельё? Пока внутри меня бегают. Не, ну в чужие страны сейчас начну отправлять. Всё равно. Вот если бы ещё... Монументальность давала и на 30% дешевле и в производстве ещё... Тогда можно. У меня просто нету веры, а золото мне будет куда тратить. Поэтому всё-таки реформу денежного обращения берём. Так. Тут надо развиваться и промышленную зону в первую очередь строить на плюс 4. Поэтому сюда двигаем и откладываем на один ход постройку. Во всех остальных местах у нас всё построено. Здесь она в Гданьске, кстати, не построит стену. Так, пока мы можем побегать. У меня в течение 10 ходов я не могу объявлять войну польши. Значит, я уже не 10, а... Так, сколько уже? 6. 6 ходов осталось. Блин, я за 6 ходов, наверное, бомбарду-то не открою. Мне оружейная нужна. А, ну оружейная всё равно в военной инженерии для ускорения. Ещё и культура от великой стены. Ну, понимаете, вот... Я думаю, мне в комментариях наверняка будут писать, что ты не используешь бонусы Китая. Но ещё раз повторю. Вот этот бонус мы уже просрали. Извините за... Ну, это нормальное слово, господи. Просрали. Ну, чё вы, ребят, ну... 15% стоимости чудо-заряд строителя для чудес древнего мира и античности. Это уже всё построено. На божестве, особенно когда так много цивилизаций, 20 штук. Гнаться за чудесами – это смерти подобно. Вы просто... Ну, вот посмотрите. Если бы я гнался за чудесами, меня бы уже точно Польша с македонским снесли. А так я отбивался. Более-менее. Я молодец, по-моему. Поэтому этот бонус Китая на божестве точно не работает. Дополнительный заряд – это всегда круто. Это будет действовать. После открытия каменной кладки ещё можно будет... Ну, это такое. На этой карте как раз каналы вообще практически не нужны. Ну, что мне вот... Где я внук, я могу канал, например, построить. Да, ну зачем? Так что... Многое не работает. Озарение и вдохновение – да. Вот это надо стараться делать. Поэтому я и хочу оружейную, например, построить. Вот этот мой уникальный юнит... Ну, он прикольный. То есть у него такая же оборона, как и у Арбайдера. Арбалета, да. Мощь в ближнем бою 30. Да, 30. Но в дальнем бою на 10 сильнее. Но он стреляет только на одну клетку. Вот это большая проблема. Им сложно подойти, а его убивают так же, как Арбалет. Вот что поделать. Да, он меньше в производстве стоит на 20. Может быть, я подумаю по плане его постройки, но... Да, ну он какой-то странный. Уж лучше полевые пушки быстрее открыть, как мне кажется. Ну и Великая Стена. Ну вот как она здесь... В каком месте мне ее тут строить? Два золота, да. Улучшение к обороне. Но я не собираюсь обороняться. Я собираюсь нападать. Бонус к культуре и туризм на соседние сегменты по мере вашего продвижения. Да, вот это, кстати, культуру можно было бы прокачать. Но опять же, у меня есть что на других клетках строить, кроме этого улучшения. Вот и получается, что я как бы за Китай особо бонусы Китая не использую. Так, рыбку тут обработали. Этим я рабочим, наверное, пойду сюда, вырублю дерево на акведук. Этот тут у меня... Тут у меня будут... Значит, надо обработать вот этот. Здесь шахту поставить. Так, тут у нас строитель сюда пришел. А, ну да, я тут ничего не строю. Все, заканчиваю ход пока. Вспоминаю, это делается Shift-Enter. Еще раз. Я постоянно спрашиваю, как закончить, если надо выбрать производство. Shift-Enter нажимаете вместе. Вот так, как я сейчас. И все. Торговый пуст. Все они, все... Мне бы, конечно, города... Ух ты. Мне скоро Ацтек войну объявит. Ну, вот его я как раз не боюсь. Кстати, нам надо посмотреть делегации к Александру и Персу. Ацтеки осудили еще и Македонию. Я с Ацтеком с удовольствием повоюю. Так. Мне и дальнобойность, и осаду... Мне бы, наверное, осаду улучшить, я думаю. То, чтобы быстрее города, защита городов падала. Кроме того, всадники... Это у нас какая кавалерия? Проблема в том, что всадники города тяжело берут. Хотя, сколько у нас вообще всадников? У меня три мечника, четыре пикини... А, и всадников много. Всадники, по-моему, легкая кавалерия, да? Да, легкая. Ну, понятно, что мы без понятия, за что... Компьютеры могут за что угодно проголосовать. Давайте попробуем легкую кавалерию все-таки. И дополнительные единицы выбранного редкого ресурса. У нас какого ресурса дофига у всех? Хлопок. И гипс. Ни того, ни другого у меня нету. Нет. Ну, я не знаю даже. А у меня каких ресурсов много? Никаких. Всех по одному. Хрен знает, короче. Знаете, проголосую, чтобы хлопок не давал. Хотя, опять же, 20 компьютеров. Тут даже можно не пытаться. У меня тут писали дипломатически победить. На 20... Я не представляю, как можно дипломатически на 20 компьютеров пытаться побеждать. Просто потому, что ты никогда в жизни... У тебя просто должно быть куча этих очков дипломатии. Чтобы проходило так юниты плюс 5 на ближний... В принципе, нормально. Не влияет на довольство гипс. У меня гипса нету. Его дофига... Ну, нормально. Нормально, кстати. Еще меня устраивает. Так. В Александрию. Вообще, в Александрию уже бегать. Давайте лучше только в халки дикие. Желательно просто в разные города. Для начала отправлять. Для того, чтобы торговые пути в них появлялись. Это чисто в начале, так, когда вы отправляете. Значит, тут мы шахту строим. Ну, зачем мне вот здесь стена, например, на этой клетке? Вот, серьезно. Так, тут мы, значит, откладываем производство. Здесь как раз вырубаем тропический лес и ставим промышленную зону. Все, тут можно меточку убирать. Коников ведем к Польше. Но мне надо где-то уже начинать строить катапульты. И, пожалуй, я это буду в столице делать. Хотя бы две катапульты. Две. Тут, конечно, три надо бомбарды. Но и две тоже очень неплохо сработают. Плюс мне надо где-то оружие. Ну, знаете, что оружие я, наверное, куплю в лодзе просто. Когда вот открою. Сейчас посмотрим, сколько она строится будет. А где еще у меня военный лагерь? Военный лагерь я где-то сам построил, вот здесь, в Диадуне. Мне бы еще, конечно, генерала как-то получить. Он на юниты промышленной эры и нового времени. Промышленной эры и нового времени? То есть... Блин, то есть он мне нафиг не нужен. Потому что мои летучие отряды это вообще средневековье. А бомбарды будут возрождаться. Смотрите, как полководцев разобрали. То есть уже идет полководец. Промышленной эры и нового времени. Но, правда, он формирует армию. Вот армия... В данном случае будет вообще офигительно. Блин, может мне все-таки Наполеону попытаться как-то... Заполучить. Ну, то есть проекты почитать. Не, 535 очков это... В моем случае нереально вообще. Боже, как они полководцев разбирают? Как бы мне Краков увидеть? Увидеть Краков и умереть. То есть, если бы мы в войне были. Так, если бы мы в войне, то мы, конечно, выживем. Наверное, никак. Ну и двигай всего лишь на эпоху у меня по... Ну, я сейчас в Торговую Республику и так выйду. Как раз буду наравне. По техам... Да, по техам я отстаю. Но... В целом у меня всего больше. То есть, и двигу-то я дозабираю. Ага, четвертый уровень. Нормальненько. Это у меня, по-моему... Да, два таких арбалета. Видите, главное... Это очень важно, эти арбалеты сохранять. Ваши вообще юниты сохранять. Так, вот мы ход пропустим. Все, во всех остальных городах у меня строится. Да, нужна правительственная площадь здесь, конечно. Хотелось бы в Тайюане строить, но у меня тут нехватка... А, нет, я смогу правительственную площадь. Хм. Ну, достроим тогда промышленную зону и подумаем над тем, чтобы строить... Промышленную площадь. Дворец портала Медичи. Петро Томирис. Это, конечно, улетание... Ну, она, походу, там со всеми воюет. О, раз, два, три, четыре, пять. Пять цивилизаций. Так, судя по всему, селитра у меня есть. Раз. И два. Вот тут, конечно, хреново. То есть я теперь тут не смогу дамбу построить. Блин. Значит, и... Понимаете, тут все надо менять вообще. Идут, я только там могу. Эх. А то тут производство появилось внезапно. Так, значит, тут. Вырубаем, ставим акведук. И промышленную зону в следующем. А, смотрите, и здесь появился... Почему селитра появилась... А, вообще-то я тут не мог. Да, я вообще-то тут не мог дамбу ставить. Я не знаю. А, вот тут, наверное, я вот тут хотел дамбу, а вот тут промышленную зону. Вот так я хотел сделать. Да, тут дамба невозможна, а вот здесь она возможна. Кстати, а почему я здесь не могу ее строить? Потому что рядом с центром города, что ли? А, я не открыл ее. Понял, я еще дамбы не открыл. Так, ну, тут идем тоже селитру обрабатывать. Так, сколько тут строится, мне интересно, оружейная? Шесть ходов. Четыре, четыре. Мастерская даст еще три производства. А купить оружейную сколько? Триста девяносто. Блин, ну ладно, сейчас я дождусь, сколько, когда мастерская достроится, но я бы ее, наверное, купил. Да, селитры у меня все хорошо, я смотрю. Единственное, она появилась в тех местах, где я хотел некоторые районы разместить. Против юнитов ближнего боя. В обороне лесах. Против кавалерии. Давайте против юнитов ближнего. Хотя там у нее арбалеты дофига. Давайте, наверное, узкое место возьмем. Так. Дальше. Где мы тут дальше что хотим? Тут я бы... Да, тут надо лесопилку ставить. Вот, если вы не знаете, какие клетки обрабатывать, вот прям, знаете, у вас нет какого-то плана, прочего. Просто смотрите, что у вас обрабатывает город. То есть вот я поставил на производство. У меня город обрабатывает три клетки, которые никак не улучшены. Понятно, что вам надо улучшать эти клетки. Тут я пока... Ну, как бы далековато туда. Хотя, кстати, может быть, туда лучше пойти. Я как раз вырублю тоже. Давайте лучше сюда пойду. Я тут не собираюсь на этой клетке ничего ставить. Я вырублю лес и поставлю шахту. А тут у меня зарядов еще пять штук. Потом тут я не могу ничего. Я не хочу вырубать тропический лес. Я хочу здесь еще лесопилку поставить. Но для того, чтобы ставить лесопилку, надо меркантилизм открыть. Потому что еще далеко. И здесь я тоже лес не хочу вырубать. Тоже лесопилку. Возвращаемся. Не, ну, я не набью столько очков на производство. На Наполеона, к сожалению. Можно не... Не стараться. Шиньян вырастет. Нарезные стволы еще ускорил. У меня вот оружейная тут нужна. И выйти в лесу. И, собственно, апнув бомбарды, а потом и летучие отряды. Это вместе надо делать. Слушайте, я следующим ходом исследования открою. Так? Давайте я, наверное, поставлю... Я открою лучше вот летучие отряды. Поставлю карточку на то, чтобы всадников апнуть в летучие отряды. Просто, чтобы они уже были. Чтобы у меня сила армии была. Вот это вот все. У меня еще места для компусов стоят, которые я не могу построить. Я могу их, конечно, построить, но мне кажется... Например, в Тайюане важнее правительственную зону. А в Сиане сейчас важнее... Так, кстати, мне тоже надо делегации подправить. А в Сиане, конечно, позволим. Катапульты. После катапульты я поставлю... Потому что катапульты еще подвести надо, потом апнуть в бомбарды. Руки в моем пути? Я держу их все. День, когда мы остановимся. Театральная площадь. Да, тут ничего интересного. Поэтому скидка на улучшение юнитов в золоте и, наверное, в ресурсах поставлю. Я как раз всадников буду улучшать, чтобы меньше... Хотя у меня этих лошадей... Там будет 10 лошадей это стоить. Может, лучше культуру и науку тогда... Да, наверное, лучше это. То есть улучшение всадников с карточкой 5 лошадей стоит, а так 10. А у меня этих всадников только 4 штуки, а 40 лошадей потрачу. Да еще я пока не всех могу апнуть. Ну вот, смотрите. А, 0 лошадей. Почему 0? Они что, лошадь в ход, что ли, требуют? Требуется 21 лошадей. Странно. Кстати, еще чем хорошо в литье идти, потому что у меня куча пикинеров, я их в стрельцов и пикинеров апну. Тоже хорошая штука. Ну ладно, давайте апать. Я тебе хочу глянуть, сколько стоит купить оружейную 390, а построить 4 хода. Отлично. 4 хода то, что надо. Так, поехали. Поехали катапульты. Здесь все они уже после катапульт ставим кампус на плюс 2. Блин, может все-таки здесь кампус? Блин, правительственная площадь. Ну, мне наука нужна. Нужна наука. Правительственная площадь тоже классно. Убираем тут мечников, потому что я мечников нескоро смогу в мушкетеров. Хотя, как нескоро? 55, и тут 55. Блин. Надо как-то подумать о том, как нападать на Польшу. Где еще два всадника? Вот один, а вот второй. Что ты тут стоишь? Ай, блин. Ну и как тут районы теперь располагать? Тоже фиг знает пока. Ладно. Перс хочет Брюссель захватить. Вот это... Хотя он, как он мой союзник? Ну и отправил туда, конечно. Он больше должен быть союзником Александра с другой стороны. О, Александр до сих пор с Едвигой воюет. Это очень здорово. Это прям зупор-дупор. Так, тут один заряд остался. Обработано, обработано. Ну, не знаю, что это тут обрабатывает. Ладно. Вот этим чувачком тут лесопилку поставим. рынок. Блин, тоже вообще производства нету никакого. Тут надо вообще убирать крабов. к сожалению. Блин, я... И туда пошел. Мне надо вот этот селитру эту обработать. И тут пять зарядов, да? И вот эту, конечно, надо тоже обрабатывать. А сколько стоит рабочий купить? 185. 67 вход. 4 хода. Знаете, что я побегу эту селитру все-таки обрабатывать? Мне надо, чтобы как можно больше ее накапливалось, мне надо будет и мечников в мушкетеры апгрейдить, и бомбарды. И катапульты в бомбарды. Это, ну, много селитры надо. Теперь я тут куплю строителя. Сколько будет зарядов? 7. Вау. О, что-то антонареву рабочего хотел? Почему я выполнил его задание? Так, лояльность у меня везде норм. Даже в польских городах это очень хорошо. А, вот у меня рабочий тут. Я отправил кого-то в футы. Блин. Как будто я невнимательная. Но я не буду ждать. Мне надо обработать эту клетку. Я думаю, что я найду, откуда деньги взять. Например, поторговать с кем-нибудь лошадьми и железом как раз самое время. Например, лошадей нету у Франции? Нет. Почему они в разных разной последовательности? А, потому что зависит от количества. Бразилия. У Бразилии нету лошадей. Отлично. Уважаемый Дон Педру. А, то она только 25 может. Вот у него нету военных лагерей еще, к тому же, как видно. Я вот прям чисто за деньги хочу с ним торговать. Ой. 150. Я знаю, вы мне еще напишите, что если я по одной лошади буду продавать, то это больше выйдет. Ну, ты, блин, это такой идиотизм. Это я неправильно считаю, разработчики сделать, что-то они там не посчитали или что-то. Кто хочет вот таким заниматься, я вам еще раз говорю, если будете по одной лошади продавать, это выйдет больше денег, чем если 25 сразу. Но вам явно это будет неинтересно смотреть, во-первых. Во-вторых, я считаю, это использование абьюза игры. Так, я еще хотел отправить делегации к моим союзникам, ну, чтобы по максимуму с ними иметь хорошее отношение. вот я думаю, заключать ли мне дружбу с Мали и бразильцами. А я, во-первых, мои соседи, то есть это я оберегусь от их нападений, с кем они, у них плохие отношения. А со всеми хорошие. вот... А, так у меня дружба и так есть с этим. Давайте, может, союз с Мали и союз с Бразилией. Видите, он со всеми моими ребятами, правда, не всех знает даже. Он Александра и Перса не знает, между прочим. Мали у него хорошие отношения. Давайте. Тончик вкусный. Извините, штучавкаю прямо вам в видео. Очень вкусный Тончик. Давайте. Вот эти бразильцы мне даже готов заплатить за этот союз. И с Мали тоже. Научный. А вот он хочет с Мали нет, тогда не буду. хочешь денег, ничего не получишь. Я с теми, кто за деньги дружит, не дружу. Сам такой, да. А вот с теми, кто хочет денег, я не дружу. Так, отличненько. Неплохо все. так, это пять ходов после осуждения я могу, а внезапная война. А, слушайте, восемь ходов. Я думал, десять всегда после заключения мира. Восемь оказывается, ничего себе. Восемь. Через три хода я уже могу и... ну, пока у нас не будет бомбард. Ну, потому что уже, видите, 52 сила города. Без бомбард, ну и плюс стены. Очень хорошо, что она в Гданьске не строит стену, это прям... Хотя с бомбардами мне и мушкетеры еще нужны. не знаю, тяжело будет на Гданьск нападать. Как мы лучше сделаем? Мне, наверное, все-таки лучше, конечно, мушкетерами будет идти. Поэтому вперед надо поставить... Ну, потому что всадники, вот я, ну, всадники, они будут устаревшими уже к тому моменту. Это 44 всего лишь. Всадниками надо каким-то образом там в тыл забегать и добивать арбалеты, так? Всадники тут стоят. Мечники. Еще с перемещением мечник, так? Эти два мечника основных этот на резерве будет. постепенно подводим мечников сюда. А потом я уже пойду и задней пойду мечниками, мушкетерами, апну катапульты в бомбарды. А потом уже оставшимися, если деньги будут, апну пикинеров, стрельцов и пикинеров. Не знаю, пока что с арбалетами делать, потому что они все-таки здесь уже немножко устаревшими будут в этот момент, а до пушек будет далеко. Ну, проход мне, конечно, больше не даст, да? По-моему, если у вас плохие отношения, тут проход даже, ну, его нету в договорах. Я уже забыл, какой у меня пантеон. на культуру от плантации. надо плантацию. Хотя, тут, блин, производство практически. все-таки сначала камень, потом плантацию. Знаете, нафига? Вообще, я подумал, что я зря апал во всадников, честно говоря. Ну, потому что... Так, этот сюда возвращается. Блин, столице передать эту клетку, хотя тут и так нормально. Потому что я, во-первых, ими нападать не буду, во-вторых, всадники больше требуют содержания, чем... А, не всадники, эти летучие отряды больше требуют содержания, чем всадники. это первая лесопилка? хм... Так, хорошо. Тут мне все нравится. капает 4 селитры вход. Мне кажется, еще вот эту селитру надо добавить. Будет 6 селитры вход. Это к моменту апгрейда, плюс еще будет оружейное. Это значит, у меня будет 35 предел. да я и в ЦАДу не могу в принципе еще. Так, у Польши селитры пока нету. Хорошо, а баллистику, если я хочу ускорить, то что мне надо? Она даже, по-моему, следующая может идти на своей территории два форта с военным инженера. Но это я строю оружейную и могу строить собственного инженера. И два форта строю и ускоряю. Но мне надо Польшу просто сносить. У нас пока дуэлька, слава богу, вокруг меня нет, чувак, извини, селитры не продается. Вокруг меня мои дружбаны стали, причем чтобы остаться дружбаном Александра, мне надо воевать, потому что он любит тех, кто воюет. Мне, кстати, очень нравится озвучка лидера Мали. Ну и язык, видимо, мне. Нравится, это явно не арабский. гильдии. гильдии. О, соседство для промышленной зоны. Вот это надо поставить. Это надо поставить, наверное, вместо строителей пока. А, нет, вот вместо этого. Я пока улучшил все, что я хотел. Так, промышленная зона. Отлично. Тут у нас 12. Как вам промышленная зона? Промышленная зона, которая дает 12. То есть производство в городе у меня чисто... А, еще 10% сверху. Вот уберем 10%, то есть будет 45. Так? Четверть производства дает чисто промышленная... Ну, конечно, это и логично, но сам факт, как я раскачегарил в столице промышленную зону, а? Как я хорош, как мощны мои лапищи. Так. Тут интересный вопрос. Я, пожалуй, буду пингалу качать. У меня слишком мало науки и культуры, а правительственную площадь я фиг знает, когда построю, поэтому вот просто пингалу на науку. Так, давайте думать, как мы тут будем действовать. В самом деле вот этих надо двух поменять и вот этих. Вот этот будет одной... Нет, даже вот этого надо просто сюда поставить. Вот этих двух местами я поменяю. А здесь мне должны две бомбарды стоять, чтобы сразу на эти клетки прыгать. Жалко дорог я никак не могу. Я, конечно, могу военным инженером дорогу провести, как я хочу. Сейчас здесь шахту. ну и вот смотрите Диадун обрабатывает все обработанные клетки кроме тропического леса, которые я сейчас просто не могу обработать. Да, прямо скажем было ошибкой всадников в летучие отряды апгрейдить. Это я сглупил. мастерскую. Наверное, все-таки после мастерской я кампус построю здесь. Мне нужна наука. О, Вроцлав может расти наконец-то. Отлично. Ну и что? Смотрю, стоит ли мне тут спешить с кампусом. Нет. Видимо центр коммерции плюс три. Ну там и промышленная зона плюс три. Это же плюс четыре. Давайте промышленную зону. Кстати, вот здесь нет. И тут все равно промышленная зона будет в тему. Вот здесь. Даже и акведук здесь, и промышленная зона, потому что это стратегический ресурс. Я забыл, что стратегический ресурс тоже в бонус играет. Другое дело, что в шиньяне производства нету практически. Так, ну это серия явно просто подготовка к войне. Такая. Караванчики хорошие к Александру бекать, но заканчивается 11 ходов. так, значит, я сказал, что вот этот приятненько у нас кампус встал, сразу 65 науки. кампус следующим ходом порох ускорится, еще и каменоломни плюс производство полутня, правда, каменоломен тут немного. Так, как-то нам переставить нормально. Во-первых, мы вот так делаем. это должен дальним стоять просто. вот так. Хопа. А, нет, я просто вот тут у меня будет две катапульты, вот нет, мне катапульта нужна здесь. То есть этот тогда тут стоит, эта катапульта вот эта дальнюю сюда, эти два мечника тут стоят. Вот так мы поступим. так, что у нас или я этого рабочего она рабочего не бежит на селитру. Хоть и быстро копится, но недостаточно быстро. Пожалуй, тут вырубим и шахту поставим. Почему мне постоянно когда я играю в целу хочется петь эту песню про купелу маму мини коня. Али задние ноги у него нема. Какое-то непреодолимое желание коням ноги отрывать. Что это вообще? Так, мастерская. отставание по науке не выглядит большим. Вот по культуре немножко побольше. Но меня очень беспокоит то, что я не вижу те цивилизации, которые на первых трех местах. я от четвертой отстаю на девять технологий и почти на сорок науки вход. Я не скажу, что захватив Польшу я сильно усилюсь по науке. Другой слов, я просто усилюсь. интересно, где скифы? О, десять жителей в столице. Порох ускорили. Мне бы, конечно, индустриализацию открыть, но сначала у нас все вот здесь. Так, в Лодзе мы строим военного инженера для фортов. Может, еще катапульту? Как бы три бомбарды это лучше, чем две. Давайте, наверное, еще одну катапульту в столице. Потом, пожалуй, амбар поставлю. В общем, довольства дофига. А вот как раз жилья не хватает. Видите, обрабатывается клетка, к которой я как раз бегу с ней что-то делать. Так, этот на том месте стоит, где я хочу. Этот тут должен стоять. Надо эти коня пока сюда переведем. ну, почему я их не могу местами поменять? Ну, что это за странно? Ладно, пропускаем пока ход. а, стоп. Я же могу вот здесь расположить бомбарды и вообще сразу просто блин, вот я неумный мужчина. Просто вот на этих двух, ой, на этих, вот на этих двух клетках располагаю катапульты АК-бомбарды и просто сразу начинаю с обстрела. А благодаря тому, что тут есть дорога, у меня и эти встанут мушкетеры. Да. Леша медленно соображает. Я не спорю. Те, кто пишут в комментариях, что я медленно соображаю, я с вами не спорю, вы просто будете забанены и все. Но я с вами не спорю. Нормально. Все, все нормально. Так. Подождите, а у меня вообще виноградик есть, но второй-то использовать ничто не мешает. Плюс еще тут шелк. Все торговать надо будет. Так, в ченду я, пожалуй, все, что хотел, обработал. Уходим. Мастерская в Диадоне. Я тут хотел еще дополнительно конюшню, то есть предел повысить. Накопление. так, и сколько у меня остается до литья? Еще три хода. То есть, ходов через четыре надо будет объявлять Польше войну. так, уже два хода литья, отлично. черт, черт, я выхожу в литье раньше, чем я успею катапульты на нужные мне места расставить. Настолько я тормоз. Ну, надо карточки на улучшение юнитов вставить. Так, дальше сюда. пока просто стоим. 155 золота. Ну, давайте, давайте поставлю, во-первых, здесь пока два влияния на учетные банки, вообще меняю. Здесь бонусы промышленной зоны меняю на скидка от стоимости в ресурсах. Не бонусы промышленной зоны, а стоимость производства рабочих, конечно же. И тут стоимость улучшения юнитов. Пока немножко, да, упадет денежка, но мне уже надо мечников апгрейдить. я через два хода практически готов к войне. Только вот этот затуп. Ну, у меня следующим ходом сюда этот встанет. Нет, я как раз расположу катапульты в том месте, где я хочу, к тому моменту, как я открою бомбарды. Отлично. Так, с кем я хочу чем поторговать? Тем более, тут многих новых встретил. Вино только у меня и у Польши. Отлично. Значит, 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 серебро. Со скифами серебром на вино. А, как тебе такое? Илон Маск. Ага, ты хочешь 17? Ты не Илон Маск, ты какая-то странная чувиха? Красители. Перс. Перс красители за винище. Я не понимаю, почему они еще хотят, чтобы я им заплатил за вино? Вот реально, вот ребята, вот к вам пришли люди какие-то домой, постучали в дверь и говорят, давай так, ты нам краску, мы тебе вино. А ты им такой, нет, доплатите мне еще 7 рублей. Они такие, ну ты нормально вообще? И ушли. хлопок. Кстати, хлопок я пытался забанить, но не получилось, гипс не работает. А вот хлопок работает. Ну-ка, бразилец. О, и ты еще и доплатишь. Да, вот, ну, доплатить за вино 7 монет, вот это честно. Это честная сделка, конечно. Нормально, с довольством везде, зашибись. О, торговца можно. Ну, давайте. Так, я бы еще поторговал ресурсами, а то у меня лошадей и железа опять дофига. Например, малине хочешь немножко железа? Десять. Пять, три вход. Ну, в принципе, ладно. Так, кто там еще хочет железа? О, больше уже селитр стала накапливаться. То есть, она вышла в Францию. Как насчет железа в Франции? А, только четыре надо. Ну, ладно, примем. Здесь не надо, у нее влазит только четыре, у нее там настолько мало. Русскому не хочется железо продавать. Ладно. у Педро это, по-моему, по максимуму лошади. Да, походу, больше не с кем торговать. Селитра нужна самому. Шпионов я не хочу. прикол. А, потому что тут лошади. Ну да. Тогда акведук надо сюда ставить, конечно. Тогда давайте тут промышленную зону, а сюда акведук. Там можно все удалять. вот в просвещении или в меркантилизме идти. Ну, в любом случае надо гуманизм открывать. Будем гуманными, откроем, что такое гуманизм. прекратим над людьми издеваться. Вот это вот все. Нет, конечно, не прекратим. Мы сейчас Польшу будем захватывать. Как-то Петр на меня смотрит не неодобрительно. все равно два хода. это что же за фигня. Не, сейчас ладно, я ускорю науку. Тут негде. Тут негде. горит кампус, а в ченду. Подождите, а почему у меня сго... Стоп, что-то я не врубаюсь. Почему я тут нарисовал... Блин, у меня было ощущение, что тут горит у меня кампус, а это, блин, дебилы какие-то... Ну и почему в кампус никто и не садится, что за хрень? Угу. Почему два хода, да что ж вы? Сколько мне тут не хватает? Вот что за дебильная цива? Почему нельзя писать сколько накоплено науки? Сколько мне не хватает науки до открытия? Ну, что это за... Ну, тут, видите, ничего не меняется, то есть нету никаких клеток, которые науку бы давали. Странно. Писала два хода, а в итоге я три открываю. Ну. Еще больше времени будет подготовиться. семьдесят пять. Ну, мне тоже по пять селитра надо будет на бомбарды. Так-то в принципе хватает. О, пошли рис обработаю что еще тут. Спарду максимум. Ну, проблема со спардой, что это через Польшу будет идти. Поэтому, пожалуй, в халкидики. Подождите, у меня так как мод стоит на во, из Сиане в Александрию. Давайте-ка. там двадцать две монеты вообще будет. Так, тут растем. Ну, блин, тут один рис. Ну, я не знаю. Строителей не хочется, потому что строителей надо где лян сидит строить. Развлекательный комплекс. Тоже такое. правительственная площадь. Ну, негде ее в столице строить. Негде. Ладно, наверное, исследовательские гранты. Че-то не охота. Блядь, вот это хороший торговец. армию. Так, лучше апать уже из того, что есть. Ой, не знаю, театралочку. Театралочку негде. Ну, то есть, ее хотелось бы рядом с чудом. А, давайте шпиона. Хотя, опять же, шпионы без разведывательной вот этой фигни. Так, давайте амбар, а потом оружейную. В правительственной площади они слабо работают, особенно на божестве. гавань не открыта до сих пор. И астрология. Слава гумиострологов нету в моей китайской империи. Что не исторично, зато гуманистично. Не, ну, в Чинду надо либо центр коммерции, либо гавань строить, а лучше, конечно, гавань. Вот ты, блин. Ну, ладно, надо после литья, надо после литья открыть навигацию по звездам, а потом идти в баллистику. Ну, потому что баллистика довольно долго будет еще открываться. Тогда что же здесь строить? поселенцы точно. Ну, давайте строители. Что поделать? Фига себе пингалу твари выгнали из города. Это насколько мне, ну, минус 10 науки? Просто на ровном месте. А, вот почему литье-то. Господи, вот почему литье. Целый ход. Ну, это хороший ход. Хороший ход. Цивилизация маска нужно объявить войну Франции. Нет, сорян. Чувиха нам селитра нужна самому. Та-та-та-та-ра-та-та. Я знаю, что мы все скучали по калинке. Так. Мушкетер. Ладно, в принципе, все будем апать, тогда все я апну. Пока бережем. Ну, просто каждый юнит нового уровня больше требует денег на содержание. где ж мне фарты строить? А я фарты не открыл, да? Точно. То есть мне еще до баллистики надо бы осадную тактику открыть. Ладно, на этом я серию закончу. в следующий победоносная война с Польшей, я надеюсь, будет. Китай не забыл того удара в спину, который был нанесен под Тайюанем. когда мы думали, что пшеки наши братья навека они хренак и войну нам объявили. А потом еще тут Александр Македонский, ну, Александр Македонский, смотрите, он улыбается, он понял, что он был неправ, как он меня любит вообще, обратите внимание. Ведь здесь не ведем войну. Я еще недовольный, что я войну не веду. То есть это вот реально дружба, но хочет, чтобы я воевал со всеми. Как я могу ему вообще отказывать? Так что в следующей серии в следующей серии кровавая, но надеюсь победоносная война с Польшей. Не забудьте поставить лайк, подписаться, если вы еще нет, ну и спонсоры канала видят следующую серию уже сразу, имейте в виду. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok